МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советско-американские отношения резко испортились во второй половине 45-го года. К этому времени общий враг, фашизм, уже был уничтожен. И на первый план вышли интересы глобального лидерства. Ухудшение началось там, где конфликт интересов наметился прежде всего. И одними из первых это почувствовали разведки. Быстро пошло вверх число перебежчиков. За беглецами закрепилось название дефекторы. В разгар Холодной войны их будет сотни. Охоту за ними нарекли войной дефекторов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дефектор имеет два определения. Одно определение для широкого пользования, для публики, это перебежчик. То есть человек, который по идеологическим мотивам не согласный с ситуацией в Советском Союзе или в других странах советского блока, выбирает свободу. И переходит на сторону Запада. Но есть и другое определение в ЦРУ, данное там для внутреннего пользования. И вот по этому определению дефектор, настоящий дефектор, который интересует ЦРУ, это предатель. Это человек, который перешел из одного лагеря в другой и работает на разведку другой страны. В годы Холодной войны среди дефекторов были рядовые разведчики, руководители резидентур и даже деятели, вхожие в высшие политические сферы своих стран. Общий баланс побегов оказался в пользу Запада. Просто больше людей поехало за границу, больше стало бежать. Я думаю, тут корреляция простая. А что касается агентуры, это дело в том, что вот те американцы, которые верили в Советский Союз, верили в социализм, верили в Сталина, лично в Сталина, который был необыкновенно популярен в годы войны, они теряли эту веру достаточно болезненно. И тяжело, и медленно, и не сразу все, а постепенно. На одних действовало одно, на других другое. Скажем, среди американских коммунистов, которые работали на советскую разведку, было очень много евреев. Большое количество. И на них вот антисемитские процессы в Восточной Европе послевоенного периода, и антисемитская кампания в Советском Союзе, произвело такое сильное впечатление, что они разочаровались. Первый выстрел войны дефекторов прозвучал 6 сентября 1945 года. В Советском посольстве в Оттаве начался переполох. Неизвестно куда исчез шифровальщик резидентуры ГРУ в Канаде Игорь Гузенко. А вместе с ним целый ворох сверхсекретных документов. Это был оглушительный провал. Дело было настолько беспрецедентным, что военные разведчики через день обратились за помощью к своим коллегам-конкурентам из резидентуры разведки КГБ. 7 сентября 1945 года ко мне пришел военный атташе Советского Союза в Канаде Адзаботин и сообщил, что шифровальщик их резидентуры, Гузенко, Игорь, исчез. И вместе с ним исчезли ряд важных документов от Ашата. Соответственно, для меня это было очень ошеломляющим известием. И немедленно я принял решение выехать по месту жительства Гузенко и проверить, нет ли его там, не случилось ли с ним какое-нибудь несчастье. И взяв шифровальщика с собой, мы отправились на квартиру. На квартире никто не отвечал на наш штук. Тогда как, будучи советским консулом, который обязан заботиться о благополучии и безопасности советских граждан, я приказал шифровальщику вскрыть квартиру. В квартире мы обнаружили все в порядке, никаких вестных признаков воспесного исчезновения не было. Только годы спустя из западных публикаций уже генерал Павлов узнал, что Гузенко покинул квартиру через окно и отсиживался у соседей. 7 сентября Гузенко начал давать показания канадской контрразведке. Ему удалось украсть копии документов, шифровок, дешифровок с именами и кличками агентуры советской военной разведки. Перед канадскими контрразведчиками открылась картина, как им показалось, ошеломительного успеха советской разведки, которая проникла во внутреннюю кухню своих союзников по антигитлеровской коалиции, включая и атомные секреты. Уже 12 сентября сообщение о размахе шпионской деятельности советов легло на стол директора Федерального бюро расследований США Эдгара Гувера. Среди материалов, которые были доложены Гуверу, было особенно тревожное сообщение. Помощник госсекретаря США Эдварда Стетиниуса был советским агентом. Гувер немедленно доложил эту новость президенту Трумэну. Британцы получили свою порцию от Гузенко. Им было сообщено, что у советской военной разведки имеется глубоко зашифрованный агент в самом сердце британской контрразведки, МАИ-5. И расследование потянулось на британской стороне. В недрах спецслужб Канады, США и Великобритании началось расследование советского шпионажа. Оно получило кодовое название «Дело Корби». Поначалу расследование держалось в глубокой тайне. И только через полгода история Гузенко-Корби выплеснулась на первой странице газет. В это же самое время Гузенко начал давать показания только что созданной публичной комиссии по расследованию советского шпионажа. Вскоре начались аресты. Самый громкий арест случится 5 марта 1946 года, когда в Лондоне будет арестован английский атомный физик Алан Нан Мэй, который во время войны работал на атомных объектах в Канаде. Показания Гузенко в течение многих лет использовались различными комиссиями по расследованию. Он выступал в поддержку государственного обвинения на шпионских процессах. И неизменным его спутником был Колпак. Гузенко нигде не показывал свое лицо. Его скрыли под чужим именем. Фамилия Гузенко уже в 1946 году перестала существовать. И он, его жена, их дети жили безвестно на берегу озера под очень странной фамилией – Крысяк. Стэнли и Анна Крысяк. И вот под этой фамилией Гузенко проживет всю свою жизнь в Канаде. Даже имени его не будет произнесено во время похоронного обряда. Священник будет говорить об усопшем, как о каком-то брауне. 7 ноября 1945 года в Нью-Йоркское отделение ФБР пришла миловидная женщина средних лет по имени Элизабет Бентли и поведала историю своей восьмилетней работы на советскую разведку. Она назвала десятки имен ее агентов. Но ФБР поставило в известность своего британского союзника. Они уведомили британскую контрразведку. А в это время в британской контрразведке на хозяйстве именно на советском направлении находился давний агент советской внешней разведки Ким Филби. И Филби уведомил Лубянку. Так закрутилась вторая машина на Лубянке. Но эта машина была уже по минимизации ущерба. ФБР оказалась в очень странной ситуации. Нужны документы. А кроме признания Бентли ничего не было. И тогда была задействована практически вся машина Федерального бюро расследований. Была начата переиллюстрация всей почты. Уже через несколько лет в ФБР скопятся шкафы. Полные записи и журналов вот этого наблюдения. Было установлено физическое наблюдение. Так называемая наружка за людьми. Когда за названными Бентли постоянно шли машины, топтуны. Вот вся эта огромная работа как бы была холостым ходом. К 47 году единственное, что удалось подтвердить ФБР, что все эти люди знали друг друга. И они встречались. И это была какая-то большая социальная сеть одинаково мыслящих прогрессивных людей. Довести дело до суда не удалось ни в одном случае. Холодная война набирала обороты. И дефекторы становились ее важным орудием. Есть две категории перебежчиков. Одна это те, кто под грузом проблем, которые скопились в один момент, решаются и бегут. И вторая категория, которая решила сбежать, но в силу разных причин, какое-то время остаются на своем месте работают на ту сторону, на которую они собираются перебежать. Это две совершенно разные категории людей. Вот первые вот такие перебежчики бегут по простой причине. Вот здесь что-то случилось. Обанкротился, потерял деньги, жена поймала, все плохо. И бегство на другую сторону решает в одну секунду все проблемы. А вот другая категория, те, которые решились уйти, но задержались на какое-то время и продолжали работать, это совсем другие люди. Я думаю, что их вот к переходу на ту сторону, в общем, толкают те же причины, которые, в принципе, привели в разведку. Это желание быть человеком, который творит историю, политику, который вот осуществляет вот эту всю тайную деятельность, от чего все они так балдеют, тащатся бы, если говоря, современным языком. К началу 50-х в США дело по добыванию дефекторов поставили на поток. Охота за ними стала тотальной. Она велась в кулуарах ООН, на международных мероприятиях, во время гастролей советских исполнителей и коллективов, на спортивных состязаниях. Главным ответственным за всех дефекторов было назначено Центральное разведывательное управление. На нем лежала обязанность физического вывоза дефекторов из СССР и стран Советского Блока и обустройство их в США или в другой западной стране и извлечение из них информации. Но задействованы были как бы все ведомства. Например, если такой потенциальный дефектор случится на территории США, ну, предположим, дипломат в ООН, то тогда работает ФБР, потому что по закону на территории США ЦРУ не имело права работать. Дальше опять в дело должно было вступить ЦРУ. Но первоначальную работу делает ФБР. Если история происходит за границей, но ЦРУ по каким-то причинам, как правило, неудобства, когда есть опасность, что все станет достоянием общественности, то тогда первоначальную обработку потенциального дефектора должны были ввести дипломаты, а потом уже передавать дело ЦРУ. На перевозку и обустройство дефекторов, а также выплаты им значительных сумм в качестве компенсации был выделен внушительный бюджет. А в ФРГ, недалеко от Франкфурта, создали специальный лагерь под названием Кинг. В него свозились дефекторы из стран всего советского блока. Там они проходили первоначальную обработку, первоначальные допросы, пока решали, имеют они стратегическую ценность, либо приходящую. Накануне Рождества 1961-го советский консул Хельсинки Анатолий Голицын пришел в американское посольство и принес целую пачку секретных документов. Кроме того, он пообещал информацию о том, как советская разведка проникает в ЦРУ. На самом деле Голицын был майором КГБ. Он поставил американца в одно условие – немедленно переправить его вместе с семьей в Соединенные Штаты. ЦРУ организовало немедленную эвакуацию, и 25 декабря Голицын с семьей был доставлен самолетом военно-воздушных сил США в лагерь Кинг. После первого тура допросов Голицына перевезли в изолированный центр ЦРУ под Вашингтоном. Я работал в Вашингтонской реагентуре по линии внешней контрразведки, руководил группой контрразведки где-то с 2006 года по 70-е. И мы, конечно, у нас было задание по розыску на предателей, в том числе Голицына, его было кличко Горбатый, и Насенко Идл. Ну, вот и через агентуру я получил данные о том, где он проживает. Вот, и объездом, так сказать, оперативными мероприятиями, значит, мне удалось его увидеть вообще. У нас были фотографии. Вот, действительно, он жил, но подъехать к дому было практически невозможно, потому что она просматривалась дорога. Если там была охрана, то мы бы зафиксировали его. Но я его видел внешне, он такой сутулый, высокий. Ну, в общем, похож был бы на фотографии очень. После первых же допросов Голицын стал причиной напряженности в американо-французских отношениях. Он сдал операцию советской разведки по добыче натовских документов во Франции, где тогда находилась штаб-квартира НАТО. Но самое главное, сообщил о наличии крата КГБ во французской разведке. Когда Голицын перебежал в Америку, он рассказал много ужасных людей, вещей о советской агентуре во Франции, что там шесть человек работают во Франции, что личный советник Дегура советский агент, что целая сеть работает в французских спецслужбах. И давление было ужасное, и отношение между американскими и французскими спецслужбами было трудно, потому что американцы не понимали, почему французы не разоблачают советскую агентатуру. Потомок русских эмигрантов первой волны Константин Мельник в то время был личным советником президента Шарля Деголя по спецслужбам. По его словам, накал отношений между американскими и французскими спецслужбами дрозил и серьезными межгосударственными осложнениями. В дело вмешался президент США Джон Кеннеди. Кеннеди послал письмо Дегулю, что во Франции скандально работают советские агенты. Но это Деголу письмо очень не понравилось. Это было у него впечатление, что Кеннеди занимается не своими делами. И значит, Дегол решил не продолжать все политические или полицейские действия против советской агентуры. Первое, может быть, агентура не была такой большой, как они, и такой влиятельной, как американцы говорили. А второе, что даже если бы эта агентура существовала, она не имела негативного роли в политике Франции. Дальше намерения Голицына и его шефов СЦРУ разошлись. Последних интересовало лишь опознание Голицыным агентов КГБ, в то время как Голицын силился поведать о стратегических замыслах советской разведки. Но на Голицына обратил внимание глава внешней контрразведки ЦРУ Джеймс Энглтон. Его очень заинтересовали соображения советского дефектора. Началась многолетняя охота Энглтона на советских кротов в советском отделе ЦРУ. Голицын, сам того не желая, оказал огромную услугу советской разведки. Он убедил начальника внешней контрразведки ЦРУ Энглтона в том, что все остальные предатели это будут засланы офицеры КГБ с какими-то определенными целями. То есть он единственный предатель, которому можно доверять. И это сыграло такую, я бы сказал, зловещую роль для ЦРУ. Потому что на протяжении примерно лет десяти парализована была работа советского отдела ЦРУ против соц. страны Советского Союза. По-настоящему парализована. То есть каждый, кто приходил, придал какие-то свои услуги или вербовки, они все рассматривают внешнюю контрразведку ЦРУ и на них везде, так сказать, вникал Энглтон на все дела и практически все запрещал. Но в итоге они все оказались параноиками. Так их сейчас до сих пор все называют. В 70-е годы Энглтона наконец отстранили от работы. И в деятельность Советского отдела вдохнули новую жизнь. Он стал называться Советско-Восточно-Европейским отделом. Это все разные наименования Советского направления Оперативного управления ЦРУ. 6 сентября 1960 года в Московском доме журналистов шла пресс-конференция, которая привлекла мировые средства массовой информации и стала подлинной сенсацией. Ее главными героями оказались два американских перебежчика Уильям Мартин и Бернон Митчелл, которые до недавнего прошлого были специалистами-криптологами сверхсекретного агентства национальной безопасности Соединенных Штатов. Аналитики рассказали, как эта спецслужба перехватывала и читала зашифрованную корреспонденцию более 40 стран, как противников, так и союзников США. Они объяснили свой поступок несогласием с внешней политикой США, представляющей, по их словам, угрозу миру. Пропагандистское шоу в Доме журналистов было успехом внешней разведки КГБ, которой в конце 59-го года удалось завербовать Мартина и Митчелла. Сами американцы оценили этот провал как один из самых тяжких ударов по безопасности США за всю их историю, и нашли ему единственное объяснение – гомосексуализм пары. Ведь в те годы нетрадиционная сексуальная ориентация еще была верным способом компрометации и разрушения карьеры по обе стороны Атлантики. К концу 70-х именитые перебежчики стали козырной картой в идеологическом боксе двух систем. Самая громкая и скандальная для Советского Союза и даже его политической элиты история грянула весной 78-го года. 7 апреля в Нью-Йорке пропал заместитель генерального секретаря ООН Аркадий Николаевич Шевченко. Это было в понедельник, 9 апреля 78-го года. Я тогда была молодым кандидатом наук в Институте США и Канады Академии наук, тогда еще СССР. Сижу я утром за своим рабочим столом, и вдруг открывается дверь, такого у нас не бывало, и входит почти все начальство. И начинают о чем-то возбужденно говорить, что было мне, в общем-то, непонятно. Я спрашиваю, в чем дело, а мне говорят, а ты знаешь, что ты сидишь за столом предателя? Мне объяснили, что стол, за которым я сижу, раньше принадлежал дипломату Аркадию Шевченко, до того, как он уехал в Нью-Йорк, чтобы стать заместителем генерального секретаря ООН. А в Институте США и Канады у него было полставки в отделе его друга, сына Громыка. И у меня было очень странное чувство. Они говорили все возбужденно, что же ему не хватало, ведь у него было все. Аркадий Шевченко был в ближайшем окружении всесильного министра иностранных дел Андрея Громыка, и сам был вхож в высшие кремлевские круги. Кроме того, он был очень состоятельным человеком. И имущество большую часть конфисковали, но конфисковали в основном современные вещи. Драгоценности, деньги, антиквариат, который, пожалуй, стоимостью была больше. То есть конфисковали где-то меньше половины. Но все равно эта сумма довольно прилична, где-то по тем временам, где-то около полумиллиона рублей. Для простого советского человека 500 тысяч – сумма астрономическая. В то время заветная мечта подавляющего большинства граждан страны – трехкомнатная кооперативная квартира – стоила 10 тысяч. А средняя зарплата в СССР тогда составляла примерно 120 рублей в месяц. То есть теоретически семья Шевченко могла приобрести целиком вот такой дом в Москве или Ленинграде. Сегодня в ходу версия, будто дипломат Аркадий Шевченко попался на медовой ловушке, то есть стал жертвой излюбленной схемы спецслужб – вербовки в постели. Однако девушка по вызову Джуди Чавес, имя которой называется «В качестве ловушки», была нанята ЦРУ и ФБР для утешения Шевченко только в мае 78-го, то есть месяц спустя после его бегства. Если бы даже у него были сотни любовниц, в том числе и иностранные гражданки, то это никак не повлияло бы на его карьеру. Потому что за спиной Громыка моя мама и жена Громыка были связаны узами спекуляции, и с таким образом связи за спиной Громыка он вообще ничего не боялся. И имел все в Москве. Как Аркадий Шевченко позднее напишет в мемуарах «Разрыв с Москвой», вышедших в США в 1985-м, решение перейти на сторону Запада созрело в нем к середине 70-х. И он обратился к высокопоставленному американскому дипломату, который связал его с ЦРУ. В Лэнгли воспользовались случаем и предложили Шевченко стать агентом на месте, по существу не оставив ему выбора. В 1977-м году, во время визита генерального ситаря ООН в Москву, то он вел себя, мне показалось, довольно странным. Он не захотел взять персональную машину из МИДа, не захотел взять такси, сказал, чтобы я не разговаривал по телефону, сразу же его выключил. То есть поведение было его довольно странным. Но еще задолго, да, в 1977-м году он же работал на ЦРУ. В 1974-м году я был приглашен, я писал дипломную работу в библиотеке ООН. И отец бросил как-то странную фразу в своей квартире, что он не боится прослушивания со стороны американцев, а боится прослушивания со стороны КГБ. Мне показалось это довольно странным. И еще тогда мне в 1974-м году сказал, что он пишет мемуары. Я ему говорю, а ты сообщил об этом советскому правительству? Он сказал, я позже об этом сообщу, как-то вообще. То есть уже в 1974-м году он уже явно готовил почту для побега. Шевченко не передал Западу секретов советских спецслужб или военных тайн. Зато вхожи в высшие круги советского руководства Шевченко раскрыл секреты дипломатической и, главное, кремлевской политической кухни и ее хитросплетения. Да, в том-то и дело. Он понимал все подноготное и знал то, ну, я бы сказал даже фактически мысли Громыко. Что Громыко планировал, о чем он думал. Как чрезвычайный полоночный посол он имел доступ ко всем секретным телеграммам, которые поступали в постоянное представительство в ООН, а также и в Министерство национального дела. То есть детали, самые совершенно секретные детали и переговоров, и наших выступлений, и даже сам секретный доклад о работе представительства за год. Все попадало к американцам. Он был уникальным источником для американцев. Но в начале апреля 78-го тайной работе Шевченко на ЦРУ пришел конец. Его внезапно вызвали в Москву якобы для консультации. Он расценил это как тревожный сигнал и обратился к кураторам от ЦРУ. Американцам ничего не оставалось, как привести в действие заранее заготовленный план побега. Но у ухода Шевченко был и личный мотив. Высшей точкой своей карьеры он был обязан связям жены. Практически все серьезные назначения решала жена Громыка, Лидия Дмитриевна Громыка. И вот за это назначение моя мама подарила брошь ну стоимостью, я не знаю, сейчас, наверное, это десятки тысяч долларов. Брошь 56 бриллиантов, которые моя бабушка привезла еще из Австрии в 49-м году, где ее муж был начальником отдела по репатриации советского имущества. Да, конечно, мой отец знал это и был недоволен этим. Блестящая жена дипломата Лина Шевченко не смогла выдержать бегство мужа. Для нее этот поступок стал настоящей трагедией. И вскоре она покончила с собой. Поздно вечером звонит мне моя сестра и говорит, что мама пропала. Я сразу же почувствовал, что произошло что-то. очень нехорошее. Сразу же приехал к сестре на следующий день, утром. Мамы по-прежнему не было дома. И я нашел разорванную записку, в которой мама говорила, что бабушка не дала мне умереть дома. И на следующий день сестра обнаружила, что в одной из комнат в одной из комнат какой-то неприятный запах. Я начал смотреть, откуда может этот запах идти. И оказалось, что этот запах идет из большого шкафа, который где-то, ну, метров 6-7 квадратных. Там висели шубы, дубленки, пальто. Я уже сам открываю этот шкаф, и я понял, что запах идет именно оттуда. Вызываю опять участкового милиционера. И он говорит, нет, это так пахнет нафталин. Я уже после этого сам полез в этот шкаф, и своей правой рукой я схватил за руку холодную руку своей мамы. После этого, конечно, я был в шоковом состоянии, меня затрясло. Предательство отца было ударом не только для жены, но и для сына и дочери. Геннадию Аркадьевичу, например, пришлось поставить крест на карьере дипломата. Моральная сторона предательства, она такова, что тут оправдаться очень сложно. Потому что неизбежно ты предаешь и друзей, и родственников. Поэтому вот именно политические причины, которые послужили измене Родины. После своего ухода бывший зам генерального секретаря ООН получил пожизненную пенсию от ЦРУ в пять тысяч долларов, звездные лекционные гонорары, миллион за вышедшую в 85-м году книгу. У него появилась новая жена-американка и новая жизнь. В 86-м Аркадий Шевченко стал американским гражданином на скромной церемонии, устроенной ЦРУ. Вот он на фото, сделанном в тот день, с одним из своих кураторов от ЦРУ Олдричем Эймсом, будущим суперагентом советской разведки. К этому дню президент Рейган пошлет Шевченко поздравления. После этого Аркадий Шевченко проживет в Америке, как ее гражданин, еще 12 лет. Они будут самой тяжелой порой жизни этого стареющего уже человека. Одиночество на чужбине. Вскоре умрет от рака его жена-американка. С брошенными детьми на бывшей родине его разделяет непреодолимая пропасть. Алкоголь все больше становится спутником унылых дней и особенно вечеров. Правда, через некоторое время в его жизнь войдет другая женщина. Недавняя иммигрантка из Советского Союза Натали. Но это знакомство стало роковым. Скромная на первый взгляд москвичка оказалась хищной и умелой прожигательницей жизни. Ну вот в том-то и дело, что он на старости лет настолько влюбился в нее, что фактически отдал ей все. И фактически она уговорила продать всю недвижимость, три дома, квартиру на Канарских островах. И вот ровно через три с половиной года, когда отец все продал, она фактически его бросила. И судилась с ним несколько месяцев. что привело к его прежневременной смерти. Хотел еще отсудить половину его пенсии. В 98-м году он умрет от цирроза печени, полной нищете и позабытой всеми. Пока дочь будет собирать деньги на похороны, а после Шевченко остался лишь долг в 600 тысяч долларов, бывшая жена заберет его тело из морга и захоронит где-то на церковной кладбищенской земле. Дочь так и не нашла могилы отца, а больше ее никто и не искал. Только в 2003 году сын Геннадий отыщет безымянный крест на могиле отца, запрятанный в дальнем углу русского кладбища. Одним из наиболее известных советских перебежчиков-дефекторов стал в 80-х годах бывший сотрудник советской внешней разведки Олег Гордеевский. Сегодня он живет в Англии и часто комментирует многие шпионские дела. Гордеевский периодически раскрывает новые подробности работы советских спецслужб. Первый контакт с британской Ми-6 Гордеевский установил в 1974 году. Тогда он работал в Копенгагене под крышей советского посольства в качестве пресс-атташе. По многочисленным заявлениям, которые Гордеевский делал уже после ухода, этот шаг был поступком, сделанным исключительно по идеологическим соображениям. Я наступал за большое дело уничтожения коммунизма, даже не столько в России, я не верил в это, честно говоря, а хотя бы в Восточной Европе. И теперь, когда это существилось, когда оказалось, что моя правота полностью подтверждена, мне еще легче об этом говорить. Однако его бывшие коллеги по советской разведке, а также многие историки и эксперты относятся к подобным утверждениям весьма скептически. Что смущает меня в случае с офицерами, скажем, советского КГБ, стоит вот чем. Они прекрасно знали, куда они пришли. И они прекрасно знали эту систему. И если они ее не выносили, они должны были, если это носит идеологический характер, уйти сразу. И если же человек уходит через несколько лет после того, как он уже работает за границей, где у него были все возможности, то тут идеологические мотивы как-то сложно заподозрить. Есть версия, которая говорит о том, что он совершил ряд проступков, находясь в Дании. Значит, проступки, скажем так, не вдаваясь в детали, в моральном плане, так и в служебном. И это было использовано для того, чтобы с ним установить контакт и, возможно, оказав давление, заставить его работать. вы понимаете, дело в чем. Гордеевский попался на женщинах, по бардакам шастал. Ну и на этом деле, значит, его подловили. Английская контрразведка в скупе с датской. Там они, он на этом деле и попался. Конечно, он еще из себя строит уже теперь борца за свободу, за демократа и тому подобное. Но в действительности он на проститутках попался, так? Вот вам и весь разговор. Ларчик очень просто открывается. К 79-му Гордеевского вернули из Дании в Москву. Почти на год он был отстранен от оперативной работы. Однако уже в 80-м году его начинают готовить для работы в Англии. Я вернулся из Англии и это был 80-й год и естественно пришел в отдел. Гордеевский в то время исполнял обязанности руководителя среднего звена и фактически как бы курировал английскую английскую линию. И ну я зашел с ним поздоровался я так сказать знал его как бы и раньше поскольку он в отделе работал в Скандинавии. И мы так обменялись словами он говорит я так боюсь в Англию ехать я язык плохо знаю там и то и сё и такое в общем-то это было искреннее он так довольно нервничал это было заметно. Он мог ведь думать как все в Дании отработал все тихо никто ничего не знает я вернулся сюда ну и тихой сапой как бы отползу в сторону и все в порядке. А его отправляют в Англию прямо к самим англичанам. Летом 82-го года Гордеевский приехал в Лондон для работы в резидентуре КГБ. Англичане постепенно убирали одного оперативного работника за другим выгоняли расчищая путь Гордеевскому наверх. Он приехал скажем в одном качестве вышибли одного из наших людей так замрезидента так его сделали в конечном итоге замрезидентом наши же вынуждены были повысить поскольку послужной список опыт работы в предыдущей европейской стране и так далее и в общем я думаю что ему расчищали путь вплоть до резидента. К 85-му году советской внешней контрразведке стало ясно что он связан с британскими спецслужбами под предлогом повышения по службе Гордеевского вызвали в Москву. Малейшего подозрения в его отношении ни у кого не было на тот момент. Я имею ввиду рядовых сотрудников которые работали с ним и так далее. У руководства были подозрения потому что какая-то информация поступила но она была не законченная не уличающая его и так далее. С ним была беседа почему собственно и притормозили его возвращение в Англию. В конечном итоге Гордеевский понял что арест неминуем. Но с помощью английской разведки ему удалось бежать из Советского Союза. Бегство Гордеевского стало ее крупнейшим успехом. Гордеевский знал всех агентов советской разведки в Великобритании информаторов и людей готовящихся к вербовке. Он знал многих и офицеров КГБ которые работали под прикрытием не только в посольстве но и в других городах Великобритании. Кроме того в свое время Гордеевского готовили для работы в нелегальной разведке поэтому ему были известны некоторые методы работы советских нелегалов. информация предоставленная Гордеевским британским контрразведчикам привела к выдворению 25 советских дипломатов журналистов и коммерсантов. Нелегали на разведке свои методы свои технологии которые держатся в секрете так поэтому если он раскрыл эти вещи а наверняка если он работал на полную скажем так он конечно раскрыл и безусловно это представляло угрозу такую капитальную скажем так угрозу для наших нелегалов. в ноябре 85-го года Гордеевский был заочно приговорен советским судом к высшей мере наказания расстрелу приговор не отменен до сих пор. В те же годы был успех и у КГБ в Советский Союз перебежал очень информированный агент американец Гленн Майкл Соутер он появился в консульском отделе советского посольства в Риме где сообщил что хотел бы перебраться на постоянное место жительства в Советский Союз Соутер назвался простым фотографом однако вскоре выяснилось что он фотограф военный и служит на штабном корабле 6-го флота ВМС Соединенных Штатов и по роду деятельности имеет доступ к секретнейшим документам и может их фотографировать Соутер и ряд других агентов он был не единственный которые работали по 6-му флоту Соединенных Штатов снабжали нас достаточно полной ценной информацией Соутер передавал первоклассную информацию в частности подписанные командующим 6-м флотом США адмиралом Кроу документы шли сразу по двум адресам тем кому они предназначались и в КГБ В Москве за несколько месяцев узнавали графики выхода на боевое дежурство американских кораблей по которым можно было определять координаты авианосцев и атомных подводных лодок Нельзя назвать агентом в общепринятом смысле этого слова дело в том что он скорее был нашим добровольным помощником и на фоне тех людей которые работали исключительно за деньги он действительно был белой вороной и впоследствии стремления его оказать нам посильную помощь а помощь оказалась весьма весомой все это конечно заслуживает большой благодарности и уважения этого человека с нашей стороны в начале в начале 1986 года Соутер почувствовал что за ним ведется наблюдение в Москве решили срочно вывести Соутера из США 9 июня 1986 года он рейсом номер 605 итальянской авиакомпании Али Талия вылетел в Рим имея при себе обратный билет но воспользоваться им Соутеру не пришлось так как в скором времени он уже находился в Москве Соутер принял советское гражданство в 87 Михаилу Евгеньевичу Орлову а под таким именем Соутер поселился в Советском Союзе присвоили звание майора КГБ Соутера я хорошо знаю знал вернее неоднократно с ним встречался беседовал это на первый взгляд представители молодого поколения которое пришло к нам к Советскому Союзу причем на идейной основе ему нравилась наша внутренняя внешняя политика хотя он прекрасно понимал наши недостатки вот он симпатизировал этому и он всем сердцем всем разумом отвергал многое из того что делало правительство Соединенных Штатов Америки 28 июня 90-го года совершенно неожиданно для окружающих Соутер покончил с собой в предсмертной записке он попросил похоронить его в форме офицера КГБ я думаю что Соутер вот проживенный еще пару-только лет он был прошел бы этап закалки был бы другим человеком да и потом в конце концов превратился в деятель у работника для которого все было бы более-менее преодолимо я думаю что Соутер это та страница где наверное допустили ошибку и мы на каком-то этапе мы не придали значения отдельным его морально-психологическим срывом вот надо было больше конечно заниматься им я вижу в этом и свою ошибку по мнению советских разведчиков лично знавших Соутера Глен Майкл Соутер был последним романтиком войны дефектором свято верившим в правоту своего дела перебежчиками или как их называют на западе дефекторами становились разные люди по самым разным причинам но в их судьбе есть нечто общее по какой-то необъяснимой причине почти все они плохо заканчивали как правило их судьба завершалась забвением разочарованием и одиночеством я не знаю как вести подсчет победителей в подобной игре не думаю что можно просто обойтись цифрами скажем перебежчики у меня было больше перебежчиков чем у вас в Москве скажите я выиграл нет дело не в этом вы поймали больше шпионов чем мы но делает ли это вас победителем не знаю мы не проиграли но я не знаю кто выиграл в войне разведок нет не знаю а